Следующая часть Выбор учебного заведения для ребенка Выбирая учебное заведение для своих детей, мы должны помнить, что в этом месте наши дети будут проводить большую часть своего времени в течение нескольких лет. Причем, речь идет о самых судьбоносных годах в смысле формирования личности, психического и физического здоровья, обретения образовательного уровня и профессиональной подготовки. Поэтому нельзя легкомысленно относиться к выбору школы и ставить в основу вашего решения соображения постороннего характера, такие как близость к дому, ухоженность здания, величина игровой площадки и оснащенность спортзала и т.п. Это не важно воспитание ребенка, а как искать. Мы особо подчеркиваем это, поскольку опыт показывает, что многие родители склонны выбирать учебное заведение для своего ребенка, особенно для первого, по второстепенным критериям подобного рода. По наивности или по незнанию они не придают достаточного значения тому, что в первую очередь должно определять их выбор. К примеру, стоит не забыть, что информация, которой вы руководствуете сегодня, должна быть свежей и актуальной. Школа, которая была успешной много лет назад, не обязательно осталась такой до сегодня. Есть школы, и успешность там школа зависит от принципа, от директора школы. Поэтому если директор школы менялся, если школа была с хорошей репутацией, десятки лет, поменяли директора, не всегда этот директор идет по тому же предыдущему пути. У нас были здесь такие примеры, например, потом поменяли эти принципы тоже. В этой главе мы сформулируем те требования к учебному заведению, которые должны лечь в основу вашего выбора, а для родителей, желающих благо своим детям, представим некоторые реальные факты. Итак, каждый раздумный человек, несомненно, согласится, что качественное учебное заведение должно, прежде всего, соответствовать следующим критериям. Первое. Достаточная способность обеспечить физическое благополучие ребенка. То есть, там должно быть все здание нормальное, цельное, должен быть забор вокруг. То есть, чтобы ребенок был физически целым и здоровым остался. Второе. Привитие нравственных ценностей, нормы поведения и положительных качеств характера. Например, уважение к другим людям, уважение родителей и учителей, формирование и развитие личности, навыки преодоления жизненных проблем и критических периодов. Это должно быть тоже в основе этой школы воспитывать ребенка как нормального человека, культурного, образованного, уважающего. Третий. Высокий уровень изучения школьных предметов. Необходимо отметить, что пристальное рассмотрение этих трех базисных требований ясно покажет, что два первых требования важнее третьего. У нас было два первых. Первое – это, что там ребенок будет физически целым. И второе – что там учит, как быть правильным человеком, правильное качество характера, уважение и так далее. Мы хотим, чтобы там был высокий уровень обучения предметов. Это не так важно, как первые два условия. Ведь если школа не в состоянии как следует охранять жизнь, здоровье детей или не в состоянии оградить их от разрушительного влияния, мы не можем себе позволить отдать туда ребенка, даже если уровень обучения там высок. Следует отметить, что уровень обучения и достижения учеников находится в обратном отношении к уровню насилия в данной школе, по-видимому, вследствие следующих простых причин. То есть поведение и знание учеников зависит от того, что происходит в школе, какая там атмосфера. Немало часть отведенного на урок времени посвящается наведению порядка и дисциплины детей, что существенно снижает эффективность учебного процесса. Чем больше балаганистов, чем больше там драчунов, тем меньше они будут изучать, будет больше их успокаивать. Ученик, который постоянно ожидает агрессии и свой адрес, не может сосредоточиться на учебе. Это то, что происходит сегодня в университетах. Это еще не школа, а уже в университетах. Дети под различными предлогами пропускают занятия из-за опасения насилия со стороны одноклассников. Там дети не будут, они боятся ходить туда. Отметим, что исследования, проведенные в США, показывают, что девочки, которые учатся в классе вместе с мальчиками, ощущают себя под угрозой и не могут спокойно учиться. Мальчики в смешанных классах также не концентрируются на учебе, поскольку множество отвлекающих моментов мешает им сосредоточиться. Разделение мальчиков и девочек по разным классам всюду поднимало успеваемость, в особенности успеваемость девочек. Это нерелигиозная школа, это американское исследование. Когда мальчик и девочка учатся отдельно, учатся лучше и спокойнее. Другими словами, даже если учебная программа соответствует самому высокому стандарту и руководство школы стремится к обучению на высоком уровне, но не может обеспечить здоровой атмосферы в школе и защищенности своих учеников, то ребенок воспринимает необходимость посещения школы как тяжкую повинность, которую он обречен отрабатывать каждый день. Если ребенок испытывает целый комплекс отрицательных эмоций в связи с учебным процессом, то его реальные достижения в учебе будут низкими. Поэтому очень важно, чтобы в школе была теплая атмосфера, чтобы ребенок хотел идти в школу и получать там знания. Благодаря Господь, дожди на нас, иди шумуру, кем Баруха, донула, илла, амин, амин, амин. Идем. Идем.